Идеальные кадры – это не только про Инстаграм, Ютуб, телевидение и другие площадки для фото и видеоконтента. Идеальные кадры – это еще и про удачное место работы и хороших сотрудников. Существует ли все это в природе? На этот вопрос сегодня развернуто ответит директор рекрутингового агентства ТИРС Екатерина Карпенко. И первый вопрос такой – что происходит с рынком профессии в настоящий момент? Что изменилось, мы все более-менее понимаем на обывательском уровне. А что осталось из допандемийных тенденций развития вообще рынка трудоустройства и профессий? Если говорить про профессии, отвечая на вопрос, что происходит с профессиями, они происходят в виде трансформаций. Появляются уже такие профессии, которым, на самом деле, еще пока нет образования, но они уже есть. Появляются формы сотрудничества. Уже плотно вошли в нашу жизнь такие понятия, как фриланс, как частичная занятость, как работа на удаленке, так называемая. Она была и до пандемии. Просто в пандемии, скажем так, тотально многие сотрудники почувствовали, что такое работать на удаленке. И есть в ней и минусы, и плюсы. Но те, кто умеет работать на удаленке, они предпочитают вот такой образ жизни продолжать вести. И многим работодателям пришлось столкнуться с тем, что сейчас определяет свою занятость и вообще стиль работы соискатель. Глобально идет рынок соискателя. Что это значит? Что работодатели, многие не успевают понять тенденции, что сейчас выбирают не только они, точнее меньше всего они выбирают. Сейчас выбирает соискатель. Это одна из глобальных тенденций. И третья такая важная тенденция, которую сейчас демонстрирует современное новое поколение. Разные есть нюансы. В основном это поколение, рожденное уже в конце 90-х, начало 2000-х. Они следуют за мотивацией. То есть они выбирают свою работу не по принципу «я должен работать», «я должен социально состояться». Они выбирают профессию по признаку «хочу» или признаку интереса. Вот это самая сложная тенденция, с которой сейчас мало кто умеет справляться из работодателей. Сейчас я наблюдаю, и я думаю, что многие работодатели со мной согласятся, когда из-за какой-то мелочи рушатся деловые отношения в коллективе. Например, допустим, не буду носить униформу, или я не буду фотографироваться или фотографировать для Инстаграма и так далее. Вот почему так происходит? Это потому что всё-таки выбирается искатель, и есть ли смысл вот эту вот разбитую чашку склеивать? Как в этой ситуации лучше всего поступить? Я вообще человек сама по себе и руководитель, и консультант, который за склеивание чашек всегда. Потому что когда мы начинаем вообще склеивать эту чашку, мы проходим разные процессы. Осознание того, что мы делали не так, что она разбилась. Мы целый процесс открываем, чтобы найти способы средства склеить её и в конце даже приукрасить. Есть японская философия. Они разбиты старой чашки, старинную посуду, склеивают определёнными золотыми вот такими клеящимися веществами. И потом вот эти все трещинки, которые возникают после склеивания чашки, они заполняют золотым наполнителем для того, чтобы видеть, насколько хрупкий наш мир и сколько мы труда вкладываем для того, чтобы что-то восстановить. И вот это восстановление порой каких-то отношений или формы чего-то, оно золото, потому что оно очень ценно. Это я за то, чтобы работодатель всегда первый делал шаг навстречу для исправления ситуации. Но вопрос глобальный в том, что работодатели очень мало инвестируют своего времени в разговоры с сотрудниками. Сейчас время диалога, глобальной эпохи диалога. Люди требуют диалога, власти, государства, лидера. И я достаточно часто встречала у уральских собственников нежелание разговаривать с персоналом, потому что они видят цель, они видят задачи. И я часто встречаю такую формулировку, ну почему я должен тратить время на то, чтобы им объяснять, что нужно сделать для развития компании. Раз, сказал, должны шагнуть и сделать. Нет, они этого больше не хотят. И инвестирование в персонал — это не только деньги, это не только оборудование, красивое место. Это энергия еще, энергия руководителя объяснить, почему нужна униформа, почему она такая. Когда они говорят, что я не хочу этого делать, скорее всего, униформа — это какая-то последняя капля, которая накопилась в результате отсутствия диалога. Людям очень важно доносить до работодателя, что его тревожит, что не нравится. А когда здесь вроде что-то произошло, оно не понравилось, но мы замолчали и как бы отодвинули в сторону. Работодатель что-то заметил в поведении сотрудника, не понравилось, но промолчал. И такие нарывы, они копятся, 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 потом раз — и человек уходит. Поэтому задача руководителя — выстраивать системный диалог с сотрудником. Есть методика горизонтального лидерства, она в том числе основана на социальном проектировании, на социальных технологиях. И вот этот регулярный диалог с работодателем, сотрудник наедине, групповая форма, малые группы, и начинает развивать настоящее отношение, которое приводит к тому, что человек всегда заряжен мотивацией на дело. То, что я говорила, поколение требует интерес. Когда они вкладываются сюда душой, тогда оно длится долго. Сейчас, если в целом ситуацию рассматривать, то как раз последней каплей стали последние события, снижение прибыли и так далее. И если еще по-старому, за те деньги, которые люди получали раньше со всеми премиями, можно было это терпеть. А сейчас получается, что денег стало меньше, а требования, должностная инструкция, она расширилась. И вот очень много конфликтов как раз именно из-за этого происходит. В том числе нужно смотреть, чтобы соблюдался в компании баланс, брать и давать. То, что дает компания, и то, что она забирает. Поэтому, если есть перекос, забирает сил, энергии, вовлеченности больше, а мы как знаем, что материальное вознаграждение – та энергия, которую может восполнить сотрудник в своей жизни, отдыхом, материальным состоянием, здоровьем, путешествия, дети, обеспечения. И прочими удовольствиями. Да, если вот этого баланса нет, человек чувствует себя постоянно втянутым и истощенным. И за этим нужно смотреть, и поэтому возникают конфликты. То есть все-таки ответственность за отношения, она лежит на работодателе, как на человеке старшем и большее количество решений принимающим. Как человек, который создал это пространство для чего-то, свою компанию, он решает какую-то глобальную цель. И раз он является лидером этого пространства, он может и сделать шаг навстречу, и первый склеить эту чашку. Можно раз, сделать шаг, два. Не получается с уважением заканчивать трудовые отношения. Ну, как говорят мои учителя по горизонтальному лидерству, сохранять. И вообще нужно заканчивать трудовые отношения таким образом, чтобы человек поблагодарил за то, что он получил большую ясность, почему он здесь не реализовывается, но как ему реализоваться в другом пространстве. Вот задача так, чтобы сказали спасибо большое за этот разговор. Я иду дальше. А есть что сказать соискателям и работникам в этой связи? Потому что, опять же, сейчас такая ситуация возникает, когда не хочется или нет желания у работников осваивать какие-то новые компетенции. Вот сейчас, опять же, в той сфере, где я много времени провожу, сейчас ведение соцсетей и вообще вот это вот продвижение себя, продвижение себя внутри предприятия, проприятие через себя, вот это сейчас стало как бы очень важным и нужным. И многие, ну, большинство людей более взрослого поколения отказывается это делать, а более младшее поколение, некоторые делают с удовольствием, а некоторые вот просто отказываются, потому что раньше этого не было, сейчас это появилось. Обычно возникает сопротивление в освоении нового тогда, когда человек не чувствует, что будет поддержка и наставничество в освоении этого нового. То есть он для себя не видит, как это процессно будет происходить, у него есть сложности внутри, он боится, это не освоит, и поэтому возникает отторжение, что я не буду этого делать. Если есть компании наставничества внутри, и мы прикрепляем наставника и говорим, давай я тебе покажу, как это делать, как ты пишешь пост, как ты делаешь фото, что мы выкладываем, если речь идет, то тогда давай по шагам это сделаем. С наставничеством люди делают это быстрее, охотнее, потому что они чувствуют поддержку. После того, как вы объясняете, есть наставничество, человек не хочет это делать, но нужно понять, а вообще что он, как он себя воспринимает по отношению к фото и видео. Есть люди, которые просто не любят себя на фото, не любят видео, они в себе не уверены, поэтому не хотят это делать категорически. Здесь тоже подойдет форма обучения, наставничества, можно и предложить, и макияж сделать соответствующий, чтобы было лучше, и прическу. То есть это все можно организовать внутри компании с тем, чтобы снять вот эти блоки, страхи. Но если человек вообще не хочет поддерживать корпоративный стиль компании, нужно разобраться по целям, что мы здесь делаем вдвоем, да, что ты хочешь тогда от компании, какие цели ты хочешь решить. У нас вот так принято, мы движемся туда-то. И просто если человек совсем не хочет работать над собой, нужно спокойно сказать, что ну не сработаемся, наверное. И как работодатель поймет, когда уже с этим сотрудником нужно расставаться? Опять же, есть технологии обратной связи. Есть технологии обратной связи, когда хорошо человек работает, нужно не забывать обязательно дать положительную, подкрепляющую обратную связь. И есть обратная связь, указывающая на то, что вот что-то идет не так. То есть мы встречаемся с сотрудником и говорим его, последнее время я вижу, что происходит, я чувствую. Нужно на уровне чувств разговаривать еще с сотрудником. И я ощущаю, что, например, не происходит мотивации у тебя. Я вижу, что не работается с интересом, не включаешься. Что происходит, обсудить. Почему не хочешь включаться, не слушать то, что мы обсудили, мы с тобой проговаривали, вот это, вот это важно. И дальше нужно человеку показать, что будет происходить, если не изменится его поведение. Что, например, если не будет изменений в поведении, я вынуждена буду закончить трудовые отношения. Говорю сейчас это заранее, для того, чтобы у тебя была возможность, если ты все-таки не готов двигаться или не готова, то найти другую работу. Вот давай возьмем друг для друга испытательный срок месяц. Вот эти вещи нужно изменить в своем поведении, я бы хотела. Вот со своей стороны готова вот это изменить. Дай мне обратную связь, чтобы ты хотела получить как от руководителя. Если мы через месяц встречаемся и видим, что нет диалога, я бы хотела закончить трудовые отношения. И тогда видно сразу человек, либо он начинает искать работу, и нужно спокойно к этому относиться, потому что руководитель видит уже вектор на выходе из компании человека. А может он сразу сказать, что давайте сразу договариваться, закончить трудовые отношения. Да, потому что точку поставить всегда тяжело. Иногда нужно со стороны работодателя первый шаг, потому что действительно человеку по какой-то причине сделать это тяжело. И нужно понять, как замену найти. Давай проговорим, что было не так. Обязательно нужно расстаться хорошо со стороны работодателя. Если есть компенсации, нужно выплатить компенсации. Здесь мы, как работодатель, должны основываться на том, что всегда может быть политика открытых дверей. Всегда у человека может быть камбэк обратно. По каким-то причинам он изменится. Мы будем двигаться вперед. Мы можем на новом витке с ним встретиться. Плюс надо не забывать о том, что он несет информацию от нас в пир. От того, как он дальше будет говорить на рынке труда, рекомендации, то это будет работать на нас или против нас. Поэтому, если мы правильно, хорошо заканчиваем отношения, сотрудник говорит, что положительный момент. Не сработались, но компания порядочная, все выплатила. Я, как рекрутер, достаточно часто встречаю обратную связь от соискателей о компаниях. И, поверьте, есть прям образы, сложившиеся от каждой компании, устойчивые. Хорошо поступая с людьми, либо нет. То есть получается, что эти разговоры, эти диалоги, это же время, да, поэтому сейчас не надо себе график делать плотно, посвященный делам. То есть на это надо выделить время. И надо к этому привыкнуть. Инвестировать в разговоры, потому что разговор – это энергия, которую мы даем для своих сотрудников. Раз мы лидеры, мы отдаем эту энергию. И получаем в виде развития компании. Есть ли сейчас проблема возрастных сотрудников, и какие они? Потому что, вот с одной стороны, мне кажется, что сейчас ситуация изменилась, или просто, может быть, я так чувствую, что если человек адекватен сегодняшнему дню, и как-то вкладывает в то, чтобы быть современным, вот по всем параметрам, начиная от внешнего вида, заканчивая образом мысли. Но есть ли вот такой пунктик у работодателей, что не хочется связываться с возрастными? Есть, достаточно широко распространен. Мы боремся с этим, как рекрутеры, потому что мы представляем лучшие качества кандидатов. И знаем, что опыт – это всегда опыт, это очень важно. Если человек хочет быть современным, и на свой опыт накладывает еще и современные технологии управления, и видения, то ему цены нет, честно говоря. Особенно в сфере управления персоналом, конечно, хорошо, чтобы директор по персоналу был социально зрелой личностью. Ну, за 38, на мой взгляд, лет должно быть, потому что тогда он видит мотивацию разных людей. Работодатель боится прежде всего негибкости возрастных соискателей, что будут держаться за устаревшие модели, что сложно будет научить чему-то новому, двинуться вперед. Поэтому для соискателей важно продавать на собеседование не свой возраст, а свой опыт. Что я умею, как я современен, что я привнесу в вашу организацию, свою работоспособность и свое устремление осваивать новое. Если делается упор на собеседование именно на эти качества, то работодатель становится менее чувствительным к возрасту. Если, напротив, молодой взять возраст, то какой вот, опять же, здесь и сейчас круг проблем существует именно с этими людьми, которые, как я понимаю, хорошо, если они меняют работу, когда их что-то не устроило. Но бывает, они меняют просто потому что. Потому что они не знают еще себя, потому что они ищут, не любят молодые кадры, именно потому что отсутствие ответственности есть. Ответственности за то, что я пришел в компанию, я уже на бумаге и внутри себя расписался с тем, что я беру ответственность за исполнение этих обязанностей. У них этой ответственности нет. Плюс они изучают себя, им показалось, что это им нравится. Как только они заходят и понимают, что в любом деле 90% рутины, которую надо исполнять, и успех складывается на самом деле от того, насколько человек умеет рутинную работу выполнять, они не готовы к этой еще рутине, потому что ждут праздника, ждут внешнего фейерверка, шоу и вот внешнего отображения. Поэтому как только они начинают вникать в рутину, понимают, не бою, уходят дальше. Поэтому для молодых кадров нужно превратить внутри компании систему в виде стажировок или пилотных проектов, или каких-то коротких проектных групп, в результате которых они быстро, но очень концентрировано по времени, поймут, что это за работа. Принято очень в крупных компаниях система стажировок буквально от одной недели до трех месяцев. Вот нужно насытить таким образом эту стажировку для молодого сотрудника, для того, чтобы он по максимуму прошел все функции, и тогда он быстро понимает, это мое, остаюсь, не мое. Тогда он уходит со стажировки, и, во-первых, вы понимаете, как интегрировать молодого кадра, и уже психологически настроены, что это стажировка, это совместная проба. Но если он и проходит стажировку, тогда он становится более долгосрочным. Я бы сейчас ориентировалась 2-3 года на удержание молодого человека, или девушки, это в лучшем случае. Но если у вас правильно интеграция, есть наставник, адаптировали, стажировка, обратную связь нужно иногда брать в формате каждый день, например, первую неделю, каждый день что то, не то, что понравилось, что не понравилось, потом раз в две недели, раз в месяц, и дальше он уже без наставника спустя год выходит. Чтобы найти работу своей мечты, какие в целом нужны сегодня качества? Понятно, есть профессиональные качества в каждой сфере, они свои, а вот помимо профессиональных качеств, как нужно, не знаю, не бояться директора, не бояться его вызывать на диалог, разговаривать. То есть что еще, какие должны быть для того, чтобы не было, чтобы не нужно было терпеть? Потому что сейчас есть такая тенденция, что не надо терпеть, надо менять что-то. Абсолютно верно. Ключевое слово «не надо терпеть». Терпеть сейчас никто не хочет и не надо, но надо вести зрелый диалог. Ключевое слово, что ты сказала, смелость. Для того, чтобы найти работу мечты и вообще для того, чтобы найти себя, нужна смелость. Нужна смелость пойти в то, что я хочу. Нужно понимать, что в компании мечты, например, сейчас может не быть открытых вакансий, но это не мешает для того, чтобы с этой компанией мечты выстроить диалог. Познакомиться с их сайтом, с их сотрудниками на деловых встречах, подать визитку, сказать «я очень хочу», потому что сейчас время мотивации, мотивированных людей. И с компанией мечты нужно выстроить диалог. Поэтому смелость, работа над собой, что бы я хотела сделать, чтобы пройти в эту компанию мечты, что мне нужно улучшить. Пройти дополнительные курсы, позаботиться о своем имидже и так далее. Двигаться в сторону желания быть компанией мечты. А когда вот это движение идет, тогда человек хочет жить. Это самое главное, что двигает. Желание жить, чтобы у него вот так вот внутри бабочки начинали шебуршать, когда он говорил про работу мечты. Если там, где вы работаете, нет у вас бабочек, нужно срочно с этим разбираться. А я вот тоже еще одну ситуацию от работодателей. Часто слышала, когда говорят, вот она работает или там он работает, но без души. И хочется сказать, слушайте, сейчас вообще всем сложно, какая вообще душа, да? На первый взгляд. С другой стороны, я понимаю, о чем идет речь, потому что хочется, правда, чтобы глаза горели и чтобы не было пессимизма и не было вот такого вот демонстрации отсутствующей энергии. Вот по большому счету многие сейчас скажут, что как так вот глаза горят от работы? Работа — это работа, где ты выполняешь определенный список задач и получаешь за это определенное вознаграждение. Вот настолько ли важно вот эти вот восторги? И как мне кажется, я-то ладно эмоциональный человек, у меня все через восторги и наоборот какие-то резко какие-то негативные, но эмоции. А вот у кого все ровно, какие восторги, какие вот эти просто, вот есть задача. Как вот это в себе нужно, вот эти качества воспитывать, в себе нужно вот эту эмоциональность как-то расшатывать, чтобы вот чувствовать вот это все? Чувствовать, она есть изначально у всех. На самом деле можно хотеть бежать на работу мечты. Алла Пугачева однажды сказала, если ты встала утром и не можешь не петь, ты певица. То есть смысл, моя жизнь — это пение, выражать то, что я хочу через пение. Или как великая балерина, мой кумир Екатерина Максимова говорила, что у меня все болит до того момента, как я выхожу на сцену. Как только я выхожу на сцену, я забываю сразу про всю боль. И я танцую спектакль. То есть у каждого, не только у великого художника, актера, писателя, есть вот этот огонь внутри своей задачи, которую он может нести. Очень часто просто это обесценивается. Мы обесцениваем сами себя, свои качества. Когда мы позволяем людям говорить, что нет, неправильно ты чувствуешь. Вот так правильно. И когда мы думаем, да, действительно, как-то что-то не то, наверное. Мы обесценивали раз, мы обесценивали два, обесценивали когда-то, может быть, неосознанно, неявно родители, учителя, работодатели. И вот это живое существо, внутри нас горящая душа, творческая там, женщина, творческий мужчина, мы закрыли в шкаф и убрали. И сказали, нет, мы не можем, потому что у нас есть сейчас обязательства, деньги, и я буду делать как правильно, не как я хочу. Задача потихоньку открыть этот шкаф, достать эту творческую душу. И когда нарабатывается сила быть устойчивым в том, что тебе говорят, когда он идет за своим огнем и не боится его сохранить и быть устойчивым, не позволить никому его загасить, тогда получается вот эти горящие глаза. Получается, что должен быть источник вдохновения. В тот момент, где человек может дышать настоящей своей свободой творчества, только важно, чтобы он выбирал это хобби не по принципу престижа или потому что это модно, или потому что мои друзья любят там горные лыжи, и я, наверное, полюблю. Вот он ездит, вкладывает в эти горные лыжи, а глаза по-прежнему не горят. А может быть, он вообще на самом деле керамикой хочет заняться и смотреть, как красивые вещи или художеством, или фото. Поэтому здесь важно пойти именно, опять же, такие очень известные коучи, я которых уважаю, например, Ирина Хакамада, говорят, что самый правильный путь вспомнить, что вам нравилось в детстве. В детстве мы никогда не ошибаемся, потому что у ребенка еще нет вот этого социального давления, что престижно, что модно, что нет, и он двигается по своей душе. Если вам нравилось заниматься авиамоделированием, стройте сейчас яхты. Друзья, если нравилось танцевать, пожалуйста, тоже не идите за модой, выбирайте свои движения. А потом глядишь к обе и превратиться в профессию. Можно же, опять же, в тех же танцах не обязательно выступать на сцене в качестве профессионального, можно быть администратором, например, в больной школе. Абсолютно верно. Просто на какой-то, всегда говорят, а что вот выбрать? Я хочу пойти делать то, что я хочу, но там я не умею зарабатывать, или вот я работаю, уже там стал финансистом, потому что так хотели родители, там я умею, у меня большая зарплата, но не вдохновение. Рекомендую совмещать. Скажите себе, что вы сдаёте себя просто в аренду. Вот сейчас вы свои умения, знания, опыт вот сюда, в этой компании, сдаёте в аренду. А вот здесь вы начинаете развивать своё творчество. И какое-то время вы это можете совмещать, может быть, даже годы. Постепенно, пока не начнёте укрепляться в том, что вы делаете. А может быть, вы и так и всю жизнь выберете, но здесь у вас будет отдушина, где вы дышите и можете спокойно развиваться. А здесь вы вкладываете в работу. Поэтому не надо делать резких решений, заявлений, можно компромиссно ходить и двигаться в двух плоскостях. Про коучей. Абсолютному большинству взрослых людей нужно где-то свои знания перезагрузить, что-то новое узнать. Но, на мой взгляд, нерадивых и людей, зарабатывающих на этом, в десятки раз больше, нежели тех, кто действительно даёт полезные знания. И вообще, насколько важно выбрать того, у кого правильно и безопасно учиться? Как это выбирать? Прежде всего, я смотрю любого специалиста, его бэкграунд. Для меня очень важно базовое хорошее образование. Ни курсы, ни какие-то семинары. Обязательно смотрите. Всё-таки психология — это наука, это бережная наука. Человек должен знать про процессы психики. Поэтому для меня очень важно базовое высшее образование. Собрать рекомендации у людей. То есть прям попросить, скажите, пожалуйста, кто если открыто может поделиться, что он с вами занимался как коуч. Потому что вроде как ещё считается психолог — это прям что-то тайное, а вот коуч — это уже больше в развитии, а не про травмы. На самом деле травмы есть у всех. Поэтому можно спросить рекомендации, спросить у людей, как изменилась ваша жизнь при сотрудничестве с данным специалистом, а видели ли какие-то изменения. И основной критерий для меня — это умение опираться на самого себя. Умение двигаться в жизни на свои решения, опираясь на свой выбор. Умение слушать себя и выбирать эти программы. Если в какой-то момент вы чувствуете, что вы не можете принять решение без помощи и совета, коуча нужно задуматься, а учит ли он вас вставать на собственные ноги. Опираться только на себя. Ну и здесь, может, не полениться уточнить вот тот список институтов, которые коуч закончил. Существуют ли эти институты и вообще, что они из себя представляют? Потому что за последние годы, десятилетия, и институтов тоже стало много, что за всеми не нужно следить. Везде старые, добрые, олдскул, традиции, образование до сих пор играет роль практика. Я знаю коучи, которые 16, уже 20 лет работают и развиваются, и прежде всего исполняют свои мечты. Это тоже важно. Может ли человек двигаться? Пусть он двигается, на ваш взгляд, не так феерично, как вам бы казалось, но если он может в своей жизни решать свои вопросы, значит, точно он владеет инструментами, которыми он может поделиться. Я еще о такой хотел теме поговорить, не знаю, я ее для себя формулирую как некое такое психологическое иждивенчество. А вы мне помогите, а я ничего не буду делать. Как это такого человека распознать? Может быть, как в себе распознать иждивенца? Любые паразиты у нас утягивают силу. Мы можем быть и паразитами по отношению к самим себе. То есть какая-то часть у нас всегда тянет нас назад и нас останавливает, какая-то часть продвигает нас вперед. Поэтому вот эта модель паразита и того, кто хозяин, дает энергию, она внутри нас всегда присутствует. Если речь идет о сотрудниках, они часто рабочие отношения путают с детско-родительскими. То есть они видят в лице руководителя, переносят фигуру какого-то более сильного, ответственного за мою жизнь, как в детстве родители, кто несут за нас ответственность, за нашу жизнь и дают нам жизнь. И люди начинают неосознанно включаться в эту модель. Да, дай мне силы, ты большой. Я маленький, я буду всегда брать. Поэтому здесь задача руководителя всегда удерживать свой стержень и не вовлекаться. То есть посмотреть, а где у нас мотив, какой у нас мотив заставляет постоянно давать человеку. И опять же, повторюсь, в горизонтальном лидерстве есть модели, когда человека учат самостоятельно находить решение. То есть если в очередной раз человек пришел с вопросом, мы просим показать, какой круг собственных вопросов он уже решил для того, чтобы понять, что проблема не решается. Какие шаги вы самостоятельно проделали? Я не знаю, какие. Проделайте любые. Проделайте любые. То есть если человек системно не хочет никаких шагов проделать, чтобы решить задачу, а приходит к руководителю, нужно задать вопрос, насколько он готов перестроиться во взрослую зрелую модель. То есть сотрудников можно учить генерировать самостоятельные решения и подключаться к руководителю, когда уже действительно либо он должен выбрать из вариантов, либо они в тупике, помочь их проработать тупик. Но когда это постоянно запрос, дай, 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 нужно сесть и разобраться, что происходит. Многие путают руководителя с фигурой всемогущей, которая все обязана, все может. Нет, лидер — это человек, который объединяет движение в едином потоке, но он точно так же может сталкиваться с человеческими вопросами и должен знать и решать, и помогать, поэтому... Ну и последний вопрос, вот такой статистический, что на данный момент в рекрутинговом агентстве ТИРС, какие, может быть, требуются вакансии, какие есть запросы от работодателей, с чем приходят потенциальные соискатели, то есть вот прям даже, не знаю, перечислить какие-то примеры. Мы переживаем наиболее сложный процесс в отсутствии квалифицированных технических сотрудников, инженеры, технологи, разработчики, программисты, технические директора, директора по производству, то есть все, что касается технических производственных кадров и рабочих специальностей. У нас еще есть направление квалифицированных рабочих, в этом острая ситуация. У нас все рабочие 50-55+, поэтому вот в этом плане у нас постоянно и менеджеры по продажам. Очень острая специфика, несмотря на то, что многие на рынке труда заявляют себя о том, что не менеджеры по продажам, потому что это самый легкий вход в компанию и заработать, но очень мало кто действительно умеет продавать, поэтому это острая вакансия, которая при любом кризисе востребована, при любом. Получается, что главное в поиске идеальной работы и идеального сотрудника — это уметь формулировать, уметь разговаривать, уметь быть в диалоге. Абсолютно верно. Вести зрелый диалог. Спасибо большое. Екатерина Карапенко, рекрутинговое агентство «ТИРС». А волнует ли лично вас тема взаимоотношения работника и работодателя? Пишите об этом в комментариях.